Дед Мороз Вот если бы Дед Мороза подключить и его высшие силы волшебные тогда было бы вообще хорошо и ребра бы зажили и позвонок там не беспокоил то есть в общем-то было бы наверное еще лучше Так готовится старт Скверов сейчас не совсем с краю встал там Артюченко встал с краю но он опять же тоже прогревает снегоход И так готовится процедура старта мы видим спортсмены заняли места на стартовой прямой то же самое вот опять подставку подставлял Скверов выигравший заезд У нас крестится Мартюченко тоже рассчитывая на помощь высших сил Евгений Мартюченко Ну до подиума его пока высшие силы поставили собственно говоря в заезде Но к Слерову они были более радушны И так убирают вот эту линию по которой выставляли снегоходы веревочку с флажками И начинается процедура старта решающего заезда Вот все себе осеняют крестными знамениями В общем-то не против Итак уровень адреналина в крови начинает повышаться И он повысился Стартанули Опять Скверов Скверов научился стартовать у нас у Димона Прошлый сезон это проблемой было Проблемой Сейчас он стартует очень хорошо Его преследует Мартюченко И Мартюченко пытается его по внешнему радиусу пройти И пускает его Скверов Итак единичка Скверов Восьмерка Мартюченко На третьем месте Рязанцев Рязанцев борется за второе С Мартюченко сейчас С тюменчанином Итак впереди Ямбург За ним Тюмень За ним Атлант Ярославль Три клуба Кроме личного зачета эти гонщики То есть впереди трехкратный победитель молодежки За ним два двукратных чемпиона России Разных лет Мартюченко чемпион 10-13 Рязанцев чемпион 11-го Повтор старта для телезрителей Вот они сейчас первый круг заканчивают Скверов Мартюченко Никишкин прорвался на третье место Алексей я этот момент упустил Рязанцев четвертый Смолин пятый Карпман шестой Никишкин Савелий седьмой Итак 12 спортсменов Оставшихся в строю У нас Рязанцев Борис Мартюченко Отыгрывает Вторую позицию Уже Он уже и Никишкина Прошел здесь Собственно невидимой Для меня части трассы Ну красавцы ребята Скверов чуть ошибся Идя впереди Но я так понимаю Разрыв был полторы секунды Сейчас он даже вырос Гонщики Преследователи борются Друг с другом И пока Развить скорость высокую не могут Это так вот Пролетают Скверов, Никишкин, Рязанцев Мартюченко Итак впереди Дмитрий Скверов 22-летний спортсмен Из Ямбурга Последние годы Два раза призер России Во взрослых классах Он как бы досрочно Из юниоров Перешел тогда тоже Юниоры были 21-го года А он уже возрослых гонялся И он был вторым и третьим А молодежку он выиграл Три раза По юниорам И по юношам Дважды И вот она борьба Алексей Никишкин Против Против Дениса Рязанцева Денис внутрь Прошел Но разрыв мизерный Вот сейчас чуть вырос разрыв Итак смотрим очередной круг Сверох Сверох Все-таки Никишкин Все-таки Никишкин с Рязанцев Они меняются местами Уже раза 4 Поменялись друг с другом Мартюченко отстал на 4-м месте Он 5 секунд проигрывает Смолин 7-4 Кардон 6-й 11 И Савелий Никишкин 14 Ну красавцы ребята Итак А всего-то Прошло 3,5 минуты Из 15-ти контрольного времени Заезда Но это тоже кстати Проблема определенная Насколько хватит сил у парней Хоменко у нас выбирается Стоп-10 31-й номер Факел Итак вот она Борьба Рязанцев на 2-е место Вышел А Никишкин Аж откатился на 4-е Итак Денис Рязанцев 2-й Мартюченко 3-й Никишкин В пылу борьбы Проиграл 2 позиции Отстает сейчас на 9 секунд Ну в общем-то все близко 6 проигрывает Рязанцев 7-8 Мартюченко 9 Никишкин 10 Смолин В 10 секундах Все эти парни находятся Итак Денис Рязанцев Чемпион России 14-го и 11-го годов Наградный победитель Спринг-кросса Ярославского Своего Призер отечественного класса Сезона 2010 Наградный призер Кубка России Разных лет Гонщик из Ярославля Раньше за Рыбин Сгонялся за Русскую механику 86-го года Молодой еще В этом году 29-е А пока 28-е Один из самых успешных Гонщиков наших На международной арене Во всяком случае На чемпионате Европы Сейчас он лучше Остальных расположен Итак, Сыров Рязанцев 5-6 Мартюченко 6-9 Сейчас, кстати, Рязанцев С Мартюченко Быстрее лидеры идут Никишкин Никишкин Чуть медленнее Карпман Сейчас быстрее Смолина В борьбе за 5-е место Итак, 12 спортсменов И так, 12 спортсменов Сейчас на трассе Мы интервью брали У неудачника Морокова Лешкин Ну, в принципе, он отделался Надо сказать Достаточно легко У нас вот Именно ходит На двоих-двоих Ребра зарастут Молодые У нас Потому что как он упал Конечно, было страшновато Сорокопут Обошел Хоменко Вот гонщики у нас Борются за позицию Яббург И Факел у нас За десятку Итак, сейчас Мартюченко Взвестил Темп Вышел из минуты И стал догонять Рязанцева Опять за второе место Итак, Джон Мартюченко Сейчас Очень сегодня Силен В третьем заезде Силы остались Он такой, в общем-то Прямолинейный гонщик Очень хорошей выносливостью Ну, они проигрывают лидеру Уже 6 с лишним секунд Поэтому пока О борьбе за победу Речи не идет Но за второе место Вполне себе Ликишкин После как его прошли Стал отставать И он проигрывает лидеру 13 А этим ребятам 6 Вот она Для телезрителей Борьба за второе место Шестой номер Рязанцев И восьмой Ох ты Это Хоменко Они на круг Проходя Хоменко ошибся Здесь чуть вылета не было Так, Рязанцев Мартюченко Меньше секунды между ними Сейчас Рязанцев Лучший для себя круг 59 С хвостиком Показал Никишкин Со Смолиным Минута 0.1 Карпан Минута 0.1 Здесь у нас Уже особой борьбы Пока во всяком случае Нет Половина Контрольного времени Заезда 7 с половиной минут Прошло Итак, первый номер Склеров Шестой Рязанцев Восьмой Мартюченко Мартюченко на третьем месте Очень активен Гонщик 87-го года 27 ему Представляет Тюмень Ездил долгие годы За команду Факел Прошлый сезон За команду Ямбур Серебряный призер Кукушакова Декабрьского Двукратный чемпион России Сезона 2013 И 2010 Пятый На Снегоходной Битве нации Два года назад Лучший из российских Гонщик Желтый флаг Желтый флаг У нас Какие-то проблемы На трассе Имели место быть Итак, Мартюченко Второй И отвлекся Собственно Рассказывая Его прославляя И он тем временем Рязанцев На линии финиша Обошел И сразу Некий отрыв Себе обеспечил Итак, первый номер Стеров Восьмой Мартюченко Шестой Рязанцев Мартюченко Лучший круг В гонке Поставил 58 668 Сейчас 4 9 До Стерова 10 минут Вот сейчас Стеров Пересекает Линию финиша 59 4 Мартюченко 58 8 Он взялся За лидера Он очень быстро Сейчас Рязанцев Западение Темпа Минута 0.4 Карпман Прошел Никишкина На четвертом месте Юноша Яков Карпман 15 номер Который По спец Разрешению Спец Разрешению Гоняется Только 1 мая Ему будет 18 Стоп 98 Года Ему сейчас 16 17 будет Только 1 мая В день Международной Солидарности Струтящихся Яков Леонидович У нас Выдел Снегоходного Кубка России По юношам Прошлого 2014 года Бронзовый призер 13 Бронзовый призер Молодежки Сезона 2012 И тогда же Он был призером Кубка Губернатора Ивановской области А так Молодежки Гоняет с 11 Года Со всем Юным Спортсменом Сейчас На 6 месте Во взрослом Разряде У Якова У нас 44 очка Было До этого Этапа И потенциально Мы видим Он быстрый Так 3 и 3 Просвет Опять Еще секунду Отыграл Евгений Мартюченко У лидера Рязанцев Просто не хватило Сил Либо Какие-то Проблемы У него Минута 0.2 Круг Карпана Минута 0.1 У Никишкина Минута 0.2 И 9 И так Очень интересный Динамичный Заезд Имеет Место Быть Смолин Шестой Минута 0.4 Лучший Круг Минута 0.1 Тоже в этом заезде Евгений Пока не вмешивается В борьбу лидеров Вот Телевизионная Картинка Показывает нам Борьбу Разрыв Я думаю Еще уменьшился И так Склеров Мартюченко 2.9 2.98 Они оба Медленнее Прошли Но Мартюченко Быстрее Рязанцеву Чуть удалось Темп Стабилизировать Минута 0.1 Но он уже 13.5 секунд Лидеру Проигрывает Поэтому Только на подиум Сейчас Речь Про Только о подиум Идет Итак Едничка Склеров Восьмерка Мартюченко Шестерка Рязанцев Это Быстрейшие Гонщики Третьего Заезда Класса Взрослые Предпоследнего Этапа Чемпионата России По кроссу На снегоходах Вот Пролетает Склеров Дмитрий Евгеньевич Единичка Вот Пролетает Мартюченко Евгений Три Секунды Ну Сейчас В одном Темпе Прошли Они Практически 3.04 Последний Круг Бел Ничего Не удалось Отыграть Три Минуты Осталось Контрольного Времени Три Секунды Это И много И мало Потому Что Здесь Конечно Если Сейчас Какую-то Ошибочку Склеров Склеров Научился Сейчас Ездить Конечно Молодец У него Со стартом Были серьезные проблемы С ошибками Какими-то Сейчас Он и то и другое Подтянул Мы видим Что он спокойно Стартует С колл-шотом И безошибочно Едет Ну Тьфу-тьфу-тьфу Не будем Собственно говоря Стараться сглазить Этого талантливого парня Жалко Конечно На Европе Он не поехал А то бы Поконкурировал Конечно С тем же Денисом Рязанцевым Я думаю Довольно успешно И было бы Просто больше Представительства Россия Ну ладно Во всяком случае Они Я так понимаю В Рыбинске Еще встретятся На двух этапах Итак Ну что 2.9 Да Отгрызает сейчас Евгений Мартюченко Но буквально По полторы Сотки Тоже у него Сила небеспредельная Они идут Минут 0.1 Рязанцы Минут 0.2 7 Карпман Идет Минута Так что Так что В реально Что-то Будет иметь Место быть В этой борьбе Итак Тоже мешаются Отставание И Юферев Ждем Лидеров Вот он Итак Дмитрий Скляров На предпоследнем Круге Единичка Мартюченко На предпоследнем Круге 6 секунд Да Еще потерял Вехтерев Артем Уже Круг проигрывает Этим парням 27 номер Аутсайдер Рустам Коренченко Не поверите Три круга Проигрывает Собственно говоря Лидеру Уровень Спортсменов Конечно Разный Итак Хартман Никишкин Смолин Смолин Быстрее На секунду Никишкина Но между ними Слишком Хотя нет Вот сейчас Как раз Я так думаю Что Смолин С Никишкиной И сможет пройти В борьбе За топ 5 Ну а лидер Нет Это я Это семерка Это у нас Сорокопут На похожем Снегоходе Нет Сейчас пожалуй Борьбы за первое место На последнем круге Не будет Потому что Разрыв вырос До 7 с половиной Секунд Итак И так С Лерова Можно уже Начинать Поздравлять С победой На этапе И с лидерством В серии Вот сейчас Камера Камера Никишкин Как мы предполагали В топ 5 Евгений Все таки Вошел В 52 секундах Отставания От лидера Каменка Десятку И победитель Приветствует Дмитрия Склерова Дмитрий Склерова Выиграл Заслуженно Итак Семерка Сорокопут В двух кругах Пехтерев В круге 27 номер Савелий Никишкин В круге Пятерка Мартюченко Второй Но он сбросился В 7 секундах Денис Рязанцев Заканчивает на третьем месте 25 22 И 20 очков Ну эта же тройка У нас и продолжает Лидировать После первого этапа Карпан на четвертом месте 15 стартовый номер Атлант Терас Атлант Тоже неплохо сейчас Третья и четвертая По очкам Расположены Склеров первый А Факеловский лучший Смолин на пятом месте Только четверочка Никишкин Должен быть шестым Но вот мы его ждем Только лишь Но это кстати не он Это я так понимаю Хоменко Нет Никишкин Алексей На шестом месте Финишировал И финиширует Хоменко 31 номер Топ 10 Итак выиграл заезд Мастер спорта Дмитрий Склеров Ямбург Новый рингой Стартовый номер 1 На втором месте 8 стартовый номер Мастер спорта Евгений Мартьюченко Сбурная Тюменской области На третьем месте Шестойannah Стартовый номер Мастера спорта Денис Рязанцев Атлант Ярославль На четвертом месте Кандидат Мастера спорта Яков Кардман, 15-й номер «Атлант Ярославль». На пятом месте четверка кандидат Мастера спорта Евгений Смолин «Факел» «Новый рингой». На шестом месте 16-й номер Мастер спорта Алексей Никишкин у нас «Факел». И на седьмом месте его брат, родной брат собственно говоря младший Савелий Никишкин. За ним восьмое место 27-й стартовый номер Артем Пехтерев «Атлант». Девятое место 19-й номер Сергей Юферев «Атлант». Десятку замкнул 31-й номер Валерий Хоменко «Факел». Одиннадцатый, седьмой номер Дмитрий «Сорокопут». Ямбург И замкнул у нас пилотон 35-й стартовый номер Растам Коренченко «Нижний Новгород». Так закончился за...